Я порой думаю, что это не я. Вернее, совершенно ясно, что это я. Но вопрос в том, каковы мои отношения с этим так называемым «я». Что оно такое? Я часто задаю себе вопрос о форме своего тела. Как будто бы я боюсь, что оно не такое, каким должно было бы быть. В одно прекрасное утро позвонил вечный провокатор, господин Акерман, директор немецкого культурного центра «Гёте» в Москве, и сказал, что он целой компанией собирается ко мне. Что у него есть идея. Пришел он, пришел французский культурный центр, пришел британский совет, посольство Нидерландов, представитель, и посольство Бельгии. И они сказали, что у них есть идея проведения вот такого фестиваля. Мне эта идея понравилась. Я сказал, почему бы и нет. И дальше началась работа. Современность содержит в себе идею эволюции. Быть современным – это значит великолепно знать свое прошлое. И идти туда, и там искать истоки. И путь в прошлое – это и есть путь в будущее. Как нужно сегодня осмыслять танец? Должен ли хореограф представлять его в едином стиле, или же это нечто, придуманное на базе музейных ценностей и богатств, накопленных человечеством за многие века? Необходимо снова находить возможность понять друг друга. Надо работать над этим пониманием, пониманием людей, поиском новых путей в этом направлении. Что больше и больше привлекает мое внимание в работе, именно сейчас? Это поиск путей, если хотите, как обвенчать движение и танец. Если возможно, я хотел бы прояснить всю сложность движения. Я считаю, меня постигла большая удача. У меня нет точного определения. Я не могу провести четких границ между искусством театра и искусством танца. Единственная точная вещь – это то, что современный танец действительно разнообразен. И мне кажется, что на этом фестивале хорошо и интересно то, что мы действительно видим много разнообразных вещей, о которых можем сказать «Вот это танец модерн, а это современный танец». Ну, что мне бросается в глаза, ну, как бы смена парадигм, когда мы имеем сложившийся школу танца с устоявшимися канонами, с известными элементами танца, из которых складывается общий танец, и вдруг на этой же сцене через пять минут мы видим танец, структуру которого постигается с трудом, потому что нам не на что опереться в его понимании, на прошлое. Это совсем новые жесты, жесты, узнаваемые из повседневности, жесты, которые выламываются из эстетических канонов, которые мы можем встретить на улице. Это производит впечатление революции. Первое предложение, какой бы коллектив хотели привести, шло от страны организатора. Немецкий культурный сценарий предложил Армандо Миллер, голландцы – имя Грека, британские советы Олстона и так далее, и так далее. Мы только отсматривали видеоматериал и советовали, что нам кажется наиболее интересным для нашего зрителя по спектаклю. Но труппу не выбирали. Единственная труппа, на которой мы настаивали, это после моей поездки в Амстердам, на фестиваль голландский современного танца, я уговаривал имя Келяна приехать сюда. Это сначала не было в программе фестиваля. Мне кажется, что при всех серьезных глобальных вещах не надо забывать и о юморе. Кстати, на примере нашего театра в Голландии мы с самого начала были в привилегированном положении, потому что у нас была возможность построить свой собственный театр. Театр, в котором мы работаем, принадлежит нам. У нас разные студии, которые взаимно как бы дополняют и обогащают друг друга. Это взаимодействие действительно фантастично, потому что прежде всего рождается интерес к тому, что делают другие. Действительно, они дополняют друг друга, и это великолепно. Мы покажем небольшой фрагмент из балета, сочиненного Хансом Ван Манненом. Балет называется «Старик и яд». «Старик и яд». В 1960 году я попал в труппу Иржи Киллиана. И специально для меня и для моей партнерши был поставлен балет. Это была огромная честь для меня. И для меня и для меня, и это было огромное удовольствие. И для меня и для меня. Я спрашиваю. В 1987 году я начал работу над моей докторской диссертацией по молекулярной и клеточной биологии. В то же самое время я стал посещать танцевальный класс раз в неделю. Я получил свою кандидатскую степень и стипендию от французского правительства для написания диссертации. Меня приняли на работу в лаборатории, специализирующуюся на исследовании рака грозы. В том же году я начал внимательно следить за балетными спектаклями летних фестивалей, проходивших на юге Франции, где я жил. Спасибо большое за присутствие здесь, на фестивале. И мы очень рады, что на этом фестивале могут встречать классический танец и танец модерн. Я поставила более 50 балетов, поэтому я хотела привести, так сказать, чистый скелет-основу. И отталкиваться от этой идеи. Спектакль прелестно-безобразно, очень структурирован и ясен. Спектакль прелестно-безобразно, очень структурирован. Спектакль прелестно-безобразно, очень структурирован. В партридзе Мейдесемов Это почти как сон. В Е-камера движение сродни фразе, и исполнители, некоторые исполнители, даже импровизируют на тему этих фраз. К тому же это об Америке, откуда я родом. И это о свободе, об идее первооткрывательства. Продолжение следует... А четыре и ничто — это о том, как мы представляем себе 20 век, как его понимает человек 20-го столетия. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В течение второго года моей работы в лаборатории я занимался танцем по крайней мере раз в неделю Кроме того, я увлекся йогой и начал регулярно посещать так называемый остеопат Это терапевтический метод работы с телом Такой телесный опыт стал причиной поисков новой телесности или новых страхов о человеческом теле Мои занятия происходили под влиянием техники Каннингема Я старался научиться делать подобные упражнения Между тем, каждое утро я глядел в микроскоп и у меня было ощущение, что все эти наблюдения ставят под сомнение мою объективность Я больше уже не мог быть объективным Тогда возник вопрос, насколько честным мне надо быть, чтобы продолжать заниматься наукой Точнее биомедицинскими исследованиями Мы живем очень далеко, мы живем, в принципе, на периферии как бы длительной, я имею в виду, постоянной Поэтому мы очень мало видим, конечно, много есть на фестивале Но процесс того, что мы все равно мало видим Мы все равно мало видим Видеоряд это, конечно, не дает того Это обманно очень, так скажем И нужно видеть живье, нужно видеть энергетику сцены И поэтому все, что и плохо, и хорошо, это очень важно Музыка 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 Кинец модерн Это же еще как бы немножко другое направление, нежели классический балет Понимаете, эстетически другое Классический балет стал давно академическим. Это значит, что есть школа, существуют театры и так далее. Существуют даже книги, по которым учатся. А модернистский танец не содержит даже книг. Понимаете? То есть там нет книг даже, по которым можно учиться. Все это добровольное дело каждого конкретного человека. То есть модернистский танец не академизировался. Это приватное дело. А соответственно этому, какой хореограф, такой и язык танцевальный. Понимаете? Я не получила такого основательного образования. Я ни разу не обучалась за рубежом. А без, как бы, таких... Без такого рода обучения невозможно быть таким крепким профессионалом. Вот. Но такова, как бы, судьба многих российских хореографов. Я училась только у российских педагогов, либо у зарубежных педагогов, изредка приезжавших в Россию. И поэтому я не скажу, что я выдумываю собственный стиль. Но, зная очень мало о техниках базисных и современных, я вынуждена продуцировать нечто свое. Если мне нужен определенный стиль движения или определенная манера поведения на сцене, определенный стиль танцевания, то, которое я вижу в своем воображении, я пытаюсь давать это в уроках, элементы этого, и как бы конструирую потом из них свою пьесу. Таким образом, я должен быть танцором, я должен быть преподавателем, чтобы научить своих танцоров. И танцоры мои, обучаясь по моей системе, как бы танцуют в моих композициях. Если я хороший учитель, и если меня это устраивает, то мои танцоры хорошие. Что бы ни говорили другие остальные люди. То есть они органичны тому, что я хочу. Вы участвуете в спектаклях наравне с вашими артистами. И в этом наверняка есть какой-то свой смысл. Какой? Если я буду в зале сидеть, я буду видеть ошибки, и потом их буду ругать. А так мы разделим все вместе. Прогресс хореографии невозможен без отношения хореографии как к тексту. Существуют трупы, которые занимаются текстом. Отношение хореографии как к тексту. Они почти не используют никаких сценических аксессуаров, каких-то сложных костюмов. Они не используют звукоряд какой-то, текст настоящий, реально, речевой. Они не используют также никакие видео, там, изображения, проецируемые на экраны и так далее, и так далее. Вот. Есть режиссер, есть хореограф, как режиссер, выступающий в качестве режиссера. Для него хореография — это одно из средств, вместе там с мезансценированием, с текстами. Текст настоящий, звуковой текст, да, с фонетикой, с какими-то, значит, вот световыми находками, костюмом даже, понимаете. В целом получается спектакль. Сейчас много таких театров. Их можно назвать перформансного типа, если хотите. Мне кажется, в прошлом мы больше следовали по одному пути. И у многих были похожие тенденции. Существовал мощный источник влияния, который образовывал волны. Новая волна, американская волна, французская. Сейчас, конечно, тоже существует определенная волна, тенденция. Но возникло гораздо больше людей вне тенденции, которые создают и некоторым образом интерпретируют свое видение реальности. Они переводят то, что видят вокруг, в окружающую реальность. И важно то, как они это делают. И ожидание зрителей. Субтитры создавал DimaTorzok Мы существуем в некотором роде как коллектив. И я очень хочу, чтобы кто-нибудь решил, можно ли в наше сотрудничество вместо более привычной структурной иерархии один хореограф и танцовщики, много танцовщиков, как-то определить и назвать. У нас задействовано около десяти человек. Шесть танцоров, четыре режиссера. И все десять создают единое целое этого маленького слоненка. У каждого из этих десяти свое собственное видение и понимание того, что происходит. А из этого и складывается мозаика восприятия. Многозначность его включает в себя и видение каждого зрителя. Я всегда чувствую, что в нашей группе, благодаря множеству пластических интерпретаций, всегда присутствует элемент субъективности. А поскольку для нас не существует единого автора, у нас есть постоянный предмет изображения. Кто может сказать, где правда? А если у каждого правда своя, существует ли в таком случае объективная правда? Я через многое прошел в течение своей жизни. Ставил в Германии, Америке, Японии. Опыт колоссальный. Я ставил спектакли, в которых было важно каждое движение ресниц, каждое слово, каждый вздох. Любая мелочь приобретала значение. А публика в ответ начинала швыряться различными предметами, выходила на сцену и била моих артистов. Все, что угодно происходило. Когда мы согласились участвовать в фестивале, то решили, что покажем две стороны моего творчества. Режиссуру и сам танец. Это уникальная возможность увидеть все в комплексе, в целом. Субтитры создавал DimaTorzok «До субтитры создавал DimaTorzok» стекло. Невеста, раздеваемая догола своими холостяками. Это работа о вечном желании, не находящем удовлетворения, о невозможности направить свою энергию в какое-то русло, где она могла бы найти выход, выплеснуться. И мне показалось, что ее мысленное, внутреннее наполнение может сделать эту работу интересной и для критиков, работающих в области танца. Это сочинение я написал в 1975 году. Я был влюблен в одну даму искусствоведа и был поражен идеями Марселя Дюшана. Для меня Дюшан один из великих философов искусства последнего столетия. И в самом смысле спектакль «Она была и есть неизменно» — это комбинация того, что она актриса. Она играет невесту, но в то же самое время описывает свою работу, что означает «невеста» по отношению к рабочим моторам. Эти моторы — своего рода метафора мужчины. Одна белая невеста, пауки, черные вдовы. В какой-то степени этот текст о существовании «Она была и есть неизменно» — это несуществование невесты. И в то же время все пропущено через эмоции, через то, о чем она думает. Кроме того, это и о том, что в работе Марселя Дюшана обозначено как процесс отношений между мужчиной и невестой в физическом и умственном плане в данном конкретном случае. Это в какой-то степени диалог с произведением Дюшана, потому что его работа очень сложна. Это своего рода тест, способ подхода к этой работе с тем, чтобы дать новую интерпретацию. Дюшана, субтитры создавал DimaTorzok Дюшана ПЕСНЯ Свадебка для нас каким-то этапным периодом стала. То есть до этого были два таких очень легких спектакля. Мужчина в ожидании, не случилось. Они очень ироничные спектакли, легкие. Мы так заигрываем там друг с другом. И в свадебке как-то создалась она очень быстро. В течение месяца буквально был поставлен спектакль. Может быть, потому что он долго вынашивался. Может быть, потому что я чувствую, что роль невесты – это такая Машина роль. Она ее с таким удовольствием работает. Равиль очень хорошо раскрылся. То есть они мощно очень с Машей работают. Я им очень сама завидую, потому что мне всегда достаются роли то, что останется, что называется. Потому что работать одновременно в спектакле и ставить его – это тяжело. И, как правило, кто-то из девочек помогает мне. Так как мы очень много проводим времени вместе, и процесс обучения в театре мы прошли вместе, и костяк трупа – это люди, которые 10 лет вместе, то у нас случается так, что когда меня волнует идея, и если я прихожу и говорю об этом ребятам, то, в принципе, пока не было прецедента, когда они говорят, нет, сегодня нас это не волнует, и мы этим заниматься не будем. Поэтому даже если мы собираемся что-то делать такими набросками, очень абстрактными, не имеющими никакой истории, это всё равно получаются отношения, потому что они происходят совместно. и обсуждений, и движений, и жизни, и общения. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Крэшлендинг – это экспериментальный проект. Он основан на поиске и исследовании. Проект, который предлагает различные ситуации. Мы действительно впервые сосредоточены не на конечном результате, но на конкретных исполнителях. Ха! 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 Да, действительно, речь идет о взаимодействии и обмене в каждом конкретном месте. Сегодня это Москва. Необходимо выяснить все возможности этого взаимодействия, этого приземления. Я думаю, очень важно создать эти возможности, новые структуры, чтобы исполнители могли экспериментировать и выйти из рамок обычной постановки, в которой каждый по отдельности выполняет свою работу. Субтитры создавал DimaTorzok Постановка Crash Landing в Москве носит особый характер. Мы не приглашали людей, когда-либо участвовавших в подобных опытах, потому что это открытый проект. Мы хотели сделать его действительно экспериментальным. Хочется, чтобы это не было повторением уже известного, определенного Crash Landing, а стало совершенно новым опытом практически для каждого. Субтитры создавал DimaTorzok Я не думал о карьере танцора. Я стал изучать математику. Когда я был на втором курсе, я впервые увидел спектакль студия Гедрюса Мацкявичуса. Это произвело сильное впечатление. Актеры напоминали звезд рок-музыки. После некоторых колебаний я попробовал поступить в студию театра, что мне удалось. В 1985 году в Баунском техническом университете, где я заканчивал учебу, я увидел афишу, которую я приглашал в пластическую студию. Духовная телесность, связь движений, музыки. Не помню точно, какие слова были, но они меня все привлекли. Пришел, все неуклюже двигаются, извиваются. Чем гибче, тем лучше. В размин, как утренняя физзарядка, тело должно быть пластичным. Пластичностью якобы выражаются духовные и философские побуждения человека. Движение фактически полностью основывалось на образе, некоем сюжете, его эмоционально-физическом прочтении. В основе движения лежала прежде всего эмоция, образ. После года занятий я познакомился с Валерием Васильевичем Мартыновым, его идеей импровизации. В 87-м году я пришел в студию Олега Киселева, который занимался образным движением. После Киселева я опять пришел в пластическую студию, которая становилась профессиональным пластическим театром. Я полностью распрощался с инженером. И в 89-м году в моей трудовой книжке появилась запись артист-балета, так как должности пластический артист не существовало. Я продолжал заниматься научными исследованиями. И все больше чувствовал, что от меня требуют не искать, а производить. И постепенно я потерял свою веру в науку. Ту особую, отличительную веру, свойственную науке, которая заключается в некоем праве постижения истины и иного мира. Возможно, это специфика именно биомедицинских исследований. И все было бы по-другому, если бы я занялся фундаментальными исследованиями. Но в 1990-м году, защитив диссертацию, я закончил свою карьеру молекулярного биолога. Я сбежал. И решил больше заниматься современным танцем. Важно то, что людям приходится рисковать, поскольку они занимаются совершенно иным типом работы и другими взаимоотношениями, когда ведутся поиски нового языка, новых методов работы, что и позволяет создавать новые произведения искусства. Всякий раз все новое рождалось в борьбе и в отрицании каких-то идей и смысла того, что было до этого. И мне кажется, что вопрос ведь не в отрицании. Вопрос — это отрицание. Создает ли что-то новое, что действительно по-настоящему становится интересным и заражает, как искусство? Становится ли это предметом искусства? Я думаю, в действительности, если вам интересно, вы можете переходить от одной крайности к другой. Но это всегда связано с вашим образом мыслей. Тем, кто слишком радикален, трудно бывает понять классику. А иногда ты чувствуешь себя очень и очень традиционным и не всегда легко понять что-то авангардное. И я думаю, смысл в том, что если кого-то это вдохновляет, если кто-то тронут и чувствует что-то, это и есть своего рода подарок. Трудно абстрагироваться. Но, с другой стороны, мне кажется, иногда нужно выйти по другую сторону сцены, то есть стать зрителем и посмотреть глазами зрителя. Простого зрителя, который ничего не понимает в этой технике, кухне, профессиональных хореографов. И тогда, вот именно тогда возникает одна любопытная проблема, которая, как мне кажется, является краеугольной не только этого фестиваля, и не только нашего современного отечественного искусства, но и западного искусства. Всегда существовала часть художников, которые хотели, чтобы искусство было космополитичным, то есть не принадлежало бы одной нации, одной расе или одной культуре, но чтобы оно было всеобщим, пересекало границы, играло бы с границами. Поэтому хорошо попытаться воссоздать хореографический почерк, который был бы космополитичным. Эта идея была уже у дадаистов в начале века. Они играли с коллажами. То есть это игра с разнородными элементами, и попытка найти в этом коллаже гармонию, которая порождена различиями. Произведения создаются из маленьких кусочков. Вот так. Это игра с коллажами. Главная мысль, которую мы хотим донести, это работа в контакте с полом, с поверхностью, которая позволяет продвигаться вперед с точки зрения танца. Это может быть необычная практика для танцовщиков. Она несколько сложна для понимания и для ознакомления с ней. Но мы полагаем, что это позволит приобщиться не только к современному танцу как таковому, но и ознакомиться с элементами брейк-данс, многими другими приемами современных, народных и классических танцев. Они несколько переписаны, переделаны для создания общности, предполагающей под собой современный танец. Егорова Главная Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мой энтузиазм в отношении современного танца, мое восхищение разнообразием человеческих движений на сцене смешивались с разочарованием и чувством невостребованности. Мое тело сопротивлялось требованиям танца. Может быть, я был слишком стар, может быть, что-то было не так с моим телом. После года танцевальных классов и собеседований для меня нашлась работа в танцевальной труппе. Я подходил им и был горд и доволен. Помню, мы работали над телом как метафоры желания, войны и многих других вещей. Вместе с нашим хореографом мы старались выразить что-либо, создавая последовательности движений, которые должны были отвечать его запросам и желаниям. Я учился движениям у других, чтобы потом воспроизвести их и участвовать в общем танце. Это было для меня самым трудным. КОНЕЦ КОНЕЦ Мне кажется, что в театре самым главным мерилом остается человек. Его чувства, его эмоции, его истории, интимные истории или истории, связанные с какими-то общественно-социальными проблемами. Но в любом случае я все время хочу наблюдать за человеком. В какие бы ситуации ни ставили этого человека или актера, предположим, в условии социальной среды, что часто любят делать современные коллективы, в условии ли декорации, такой красивой иногда, иногда грязной декорации, которая натуральная или слишком фантастическая, фантастическая по отношению к быту. Вот это, Роме, все там не важно, потому что человек должен оставаться человеком, как и в жизни. Он всегда в любой ситуации остается человеком. И поэтому театр часто забывает, что искусство – это не жизнь. То есть искусство в том искусстве, что оно нереальное жизни. Но в то же время искусство – это особая реальность и особая жизнь, которая совершенно никакого отношения не имеет к бытовой жизни. Поэтому в искусстве самая главная опасность – это искусственность. И искусство боится искусственности. Играет музыка. Это производит впечатление революции. Танец хочет приблизиться к жизни, и в этом наблюдаются какие-то такие определенные тектонические сдвиги, отношение к телу, отсутствие страха презентировать его некрасивым, лежащим вне определенной эстетики, либо, наоборот, утвердить право на другую эстетику, которая рядом положена. Ну, вы знаете, чтобы в современном мире сделать что-то такое значительное, нужно... Одного таланта, на мой взгляд, недостаточно, потому что все занимаются тотальным театром, понимаете, театр, где участвует масса других искусств, и просто выйти и хорошо, чисто станцевать как-то талантливо, с какой-то, не знаю, фантазией, этого недостаточно. Нужен синтез искусств. А вот здесь, конечно, одним талантом, одними ногами как бы не решить эту проблему. И нужно участие, и как бы гармония. Я слуга красоты, я служу ей. Это означает, что каждый актер, каждая работа, каждый танцовщик, каждый рыцарь красоты означает что-то еще, помимо того, что он есть на самом деле. Это не синтез. Каждая работа сродни человеку. Она индивидуальна. Это диалог. Это не система. Но, кроме того, может быть, нам стоит быть более открытыми и не пытаться давать определение тому, что есть театр, что есть танец. Спасибо. 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 Принципом оргкомитета, когда мы собирались и обсуждали вопросы, что же мы привозим, какие спектакли и так далее, был, я не хочу сказать слово плюрализм, но было разностилие. Как можно больше абсолютно не похожих друг на друга коллектива. Что самое главное может быть для человека, то, что может оказать на него впечатление. Может быть, разговор с умным человеком, увиденное нечто умное, интересное, неординарное. Вот это самое главное. Очень важна идея общения, а танец и движение как раз и созданы для общения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне кажется, что за три часа нормальный мастер-класс провести невозможно. Я думаю, что этого времени не хватит, чтобы по-настоящему работать с телом. Обычно, когда я провожу мастер-классы, я работаю в течение месяца или двух. Моя подготовка – это подготовка художника, человека, работающего с пластическим рядом. Шесть лет я ежедневно занимался изучением анатомии человеческого тела, рисовал его. И тогда я начал ставить моноспектакль для самого себя. Мне было интересно понять, что я могу делать с собственным телом. До каких пределов могу дойти я, мой мозг и мое тело. Музыка 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 как средством постижения возможностей человеческого тела с одной стороны, и моя любовь к баланчину с другой, вот эти два, если хотите, потока, и определили эволюцию моей дальнейшей работы. Все оказывает впечатление на человека. Другое дело, в какой степени ты осмысливаешь это, в какой степени ты выдаешь в своих произведениях нечто свое. Танцовщики нашей труппы, либо выпускники Института культуры города Челябинска, либо выпускники колледжа культуры. Но, как дисциплина современный танец, там либо преподается очень скупо, либо до недавнего времени не преподавалось. Поэтому они формируются у нас, в труппе. Можно три часа заниматься тренингом, но все равно ты не почерпнешь для себя какой-то суперновой техники или каких-то больших знаний, и можно три часа поговорить о каких-то вещах, которые дадут гораздо больше, чем все физические тренажи в мире. Я видел массу спектаклей разных трупов из разных стран, и все меньше и меньше представлял, с кем из этих хореографов я бы мог работать. В 1993 году я решил начать работать один. Таким образом, мое тело стало применением критической необходимости. Я использовал себя для ответа на вопросы об измерении идентичности и различий тела. Я работал над созданием функций и дисфункций тела, используя аналитический, если не сказать научный метод. Мои первые хореографические произведения строились на создании связей между частями тела. Произвольно выбирая эти части тела, я чувствовал себя биологом, анализирующим результаты своих исследований. Мне повезло, потому что я работаю с очень умными актерами и очень умными танцовщиками. Я верю, что хороший танцовщик, хороший актер – это самоцель. Они сами становятся постановщиками собственной пластики. Они сами себе режиссеры и хореографы. Я ведом ими. Как это лучше сказать? Они ведут меня в то место, которого хотят достичь сами. Я выстраиваю чувства, хореографию и мизансцены из грез моих танцовщиков. В этом фестивале будет участвовать Эмио Греко. Он работал со мной в течение трех лет. Он образованный классический танцовщик, но он не исключительный классический танцовщик. Он совершенно потрясающий танцовщик-артист, потому что досконально изучил возможности собственного тела. Именно потому, что он знает себя как материал, он знает пределы того, что он может. Мне всегда хотелось заглянуть хоть краем глаза, а что там за пределами. Я имею в виду усталость тела, границы нашей энергии, границы выносливости. Что за ними? Потому что мы всегда думаем, что есть предел, который мы хорошо знаем. А я хочу узнать больше о том, что за этим пределом. Это трудно. Трудно, потому что это не просто физическая работа. Это все проходит сначала через мозг. И иногда именно мозг ведет тело к определенному моменту, к определенной точке. Так что необходима очень сильная сконцентрированность до самого конца. Разум поддерживает обессилевшее тело и заставляет его идти дальше и дальше. Конечно, может быть умное тело, но все, чему оно может научиться, идет от разума. Когда-то в 92-м году мы танцевали даже вместе, танцевали в репертуаре Пул Тейлора и танцевали одну миниатюру, которую ставил Рон Браун. И я не видел его 10 лет, наверное, меньше, 92-й год. И сколько, значит, прошло? Семь лет назад мы разошлись в наши пути и я его видел год назад в Голландии, я был поражен. Он, будучи молодым артистом, подавал такие большие надежды. Но тот конечный результат, который получился, конечно, невозможен без участия дополнительно других людей, тех структур, которые занимаются современным танцем. Может быть, вы знаете, меня зовут Эмин Грекко. И Питер Скольтен. И Питер Скольтен. Ну, понятно, если мы будем вместе работать. Ну, мы будем работать таким образом, чтобы... чтобы представить хореографическую работу, сотрудничество с Питером, который обычно работает в качестве режиссера и драматурга. Стали сны семь направлений, над которыми надо было работать, которые надо было точнее определить. Так что у нас даже появилась своего рода техника. Это, конечно, нельзя назвать техникой, но некий набор определений, интенций движений или движений интенций. Отправной точкой, источником, душой этого поиска, было тело Эмио, благодаря которому мы смогли определить различные пути. Потом мы трудились 3-4 месяца. Это было 4 года назад в лабораторных условиях. Я знаю, что вы... Да, это кроутие, кроутие, кроутие. Да, сегодня, как говорится, у нас все наши площадки небольшая, белька и мы любим. Поэтому делать какие-то очень большие, какие-то широкие движения просто очень сложно на такой маленькой площадке, я помню. Но иногда это тоже хорошая ситуация, потому что мы можем найти какое-то место, где мы не можем увидеть. Вы должны понимать, что вы должны уметь себя, так сказать, находить в пространстве и очень небольшом пространстве, как он сейчас нам я продемонстрировал. То, о чем говорил Питер, скорее озарение, чем знание. Мы вдохновились тем, насколько далеко может пойти человеческое тело, до какого момента можно довести его трансформацию, как своего рода метаморфозу. Тело перестает быть телом. Это больше, чем тело. Иногда это его глубина, его простота и сложность в одно и то же время. Я думаю, это то главное, что вдохновило меня. Конечно, легкость в том, что у вас есть набор методов, и, конечно, вы учились в классической академии, но вы также видели современную технику, как у Грэхэм или Каннингема. Так что есть уже определенные методы, которые вы потом можете осмыслить и создать свою собственную хореографию. Исполнение движений становилось чем-то, что могло быть описано, как перекличка разума тела, то есть движущаяся сущность. Это был способ вновь дать определение понятию «разум тела» и работать с идеей о том, что мысль организует всю телесную ткань, обеспечивая жизненный процесс. Ощущения и восприятие в значительной степени определяются мозгом. Ощущения и восприятие не только дают мозгу материал для организации процессов, но и сами являются основными организующими принципами. В 1970 году одна французская компания пригласила меня участвовать в восстановлении танцевального отрывка. Он назывался «Проект продолжения, меняющийся ежедневно». Эта работа была для меня очень важна и до сих пор продолжает влиять на мое сознание. Это было нечто большее, чем практическое погружение в историю танца, что само по себе неоценимая и уникальная возможность. Этот опыт помог не найти ответы на многие вопросы. Проект затрагивал различные аспекты создания танцевального отрывка в недавнем прошлом. Например, сам танец, движение тела, композиционное решение, репетиционный процесс и так далее. Все это соотносилось с политическими вопросами или с критикой. Индивидуальная ответственность коллективного преобладала над любой иерархией, как во время создания произведения, так и при его исполнении. Для меня было большой удачей приобрести такой опыт. Эксперимент всегда безумно интересен. Но каждый эксперимент в основе своей должен опираться на традицию. Традиция — это батут, от которого мы отталкиваемся для прыжка. Конечно, я изучал различные системы. Это исторический материал. Это то, что заложено в моей памяти. И систему Станиславского, и систему Гротовского, и систему Питера Брука. Тщательное, доскональное изучение, попытка их постижения. Но при всем при этом, мне кажется, что я использую их как можно меньше. Я объясню, как же проще. Ну вот, как человек рисует. Вы берете бумагу, берете карандаш. Вы создаете рисунок. И когда я беру в руки карандаш, я вспоминаю, как рисовали до меня миллионы и миллионы лет назад. Я знаю, что я ограничен размерами листа. Я знаю, что делали с листом концептуалисты. Исторический материал — то, что мы знаем, то, что мы выучили. Это только гумус, питательная среда, которая не используется сама, но которая дарует жизнь. Вы меня понимаете? Мастер — это, понимаете, понятие такого порядка технологий, я считаю всегда. Что человек должен стремиться к мастерству, но мастерство — это не уровень мышления, скажем так, это уровень технологии. Мастер — умение делать сцены. Есть же, как бы, понять еще конъюнктуру. Она существует в мире И это очень, так сказать, как бы Это должно быть, наверное Но мне, скажем, это не интересно Я устал от этого Потому что это процесс немножко другого мышления Процесс немножко другого творения Процесс другой ответственности И я сказал себе Я хочу здесь сейчас другие спектакли Я буду делать каменные спектакли Потому что мне поинтереснее поиграть Другой форме движения Вопрос в том, какой цели Ты шел, что такое цель Да я вот, я понимаю свою цель Зайти на Манматур Как бы стать, ну, я бы сказал так Самым известным хореографом в мире Я, может, никогда в жизни не стану Я, может, стану в своей деревне Перми И буду самым известным пермским хореографом Но если у меня не будет цель Именно вот той, куда двигаться А к какими путями идти Это уже я сам буду себе подсказывать И искать, куда я буду двигаться Имея за плечами исследовательский и практический опыт Я уже не мог воспринимать танец Как конечный продукт, товар Меня стал занимать вопрос Может ли процесс создания танцевального произведения Стать самодостаточным Без стадии исполнения и представления К тому же Я задумывался над тем Какой должна быть организация Конкретного исполнения Конкретного тела Конкретной работы Возможно ли учесть сразу Все эти параметры Что собой представляет Исполнение произведений Является ли тело человека Продолжением окружающего мира А окружающий мир Продолжением человеческого тела Мы работали с аспектами Которые касаются будущего тела Как мы можем определить Наше собственное будущее тело Существует ли общее видение будущего тела Как мы можем его выразить, показать Каковы возможные отношения Прогресса и науки Как они могут воздействовать на нас Как в Москве, так и в Брюсселе Нет единого мнения о будущем теле Но в то же время Все, что мы делаем Соотносится и с нашими Нынешними состояниями Например, я здесь Что это означает? Что я вижу? Чем является мое тело здесь? Что знают о моем теле И о моей личности вокруг меня? Все это касается И общение, и тело, и пространство, и времени Так что вы прежде всего Постоянно задаете вопросы Наблюдаете и задаете вопросы А также пытаетесь найти ответы Или создать нечто в этом окружении Все сосредоточено на нынешнем состоянии вещей И дело не только в том, чтобы создать некую эстетику А в основном в том, чтобы состоялось взаимодействие тела и мысли Критического тела и тела реального В этом смысле Я думаю, вопрос о реальном теле Очень современен Определяющими для моей работы Стали последние 20 лет Именно с 80-х годов Я стал много ездить Смотреть Размышлять Я сформировался во многом под влиянием Творчества Пины Бауш и Ванде Кейбуса Чьи работы буквально пронизаны физической болью и агрессией Я почерпнул у них это Я занимался спектаклями В которых сценическое время совпадало с реальным И боль была настоящей Эту форму В которой время и сценическое ощущение едины Я перенес в область танца И она, эта форма, стала популярной Более того, она имела успех Позже, уже в 90-х годах Этим стали пользоваться многие хореографы Которые наполнили свои работы Такой агрессивной энергией Я понимал, что мои исследования влияют на мой образ мышления И я некоторым образом теряю свою независимость Мне стала понятна система индустрии танца Она создала своего рода формат Который порой значительно влиял И даже определял то, каким должен быть танец Так называемые танцевальные производители Или программисты, составители программ Вынуждены следовать правилам мировой экономики И я вникал в экономическую динамику создания танца Поскольку хотел жить за счет выбранного мной дела А я выбрал танец И хотя я старался не поддаваться этой логике Мне одновременно приходилось вникать в нее Мое постепенное движение от науки к искусству Должно было бы изменить мой социальный статус Однако я обнаружил очень большое сходство Между наукой и искусством в том Что касается их общественно-политической структуры Я почувствовал себя беглецом В действительности не сумевшим убежать от самого себя Мне необходимо было измениться Проделать более критическую работу Есть такое выражение Поиск потерянных воспоминаний Это напомнило мне то, что мы все время делаем Ибо независимо от избранного вами метода Кропотливое создание хореографического произведения Очень близко по духу к воссозданию событий вашей жизни И облекает их в некую форму Которая неизбежно будет своеобразным подобием биографии А в каком-то смысле автобиографии В нашем случае, я думаю, это особенно интересно Потому что каждое произведение, которое мы создаем Представляет собой не одну единственную автобиографию Но автобиографию всей группы Каждый несет в себе частицу этой коллективной памяти И у каждого свое понимание ее смысла Мы вместе создаем произведения Потом к нам на занятия или на представления Приходят люди и спрашивают, что все это означает Мы все работаем вместе На равных правах в каждой постановке Поначалу это больше похоже на импровизацию Нечто вроде прогулки по пляжу, как мы часто говорим Ну то есть, когда мы идем по пляжу И видим камешек какой-нибудь необычной формы Возможно, это древний обломок, унесенный морем Которому волны придали какую-то странную, интересную форму И тогда, быть может, мы задумаемся Откуда его принесло На что он похож Что он из себя представляет Мы начинаем собирать такие предметы Такие интересные находки Потом мы их отбираем Соединяем тем или иным образом И создаем из них новые формы И или иным образом И они распространяем И как они будутанси И это иными образом Откручиваем их И они немного обладают Их ящик Откручиваем их Русские субтитры Ихали 아у Субтитры Валерий Куркина Ихли Субтитры Продолжение следует Нам необходимо буквально назвать все эти движения, чтобы самим запомнить их, и чтобы передать новым танцовщикам наш словарь. Это же не обычный при Е, ЖТ, знакомый им еще по учебе в школе. Это то, что мы сами придумали, или то, что могли бы придумать они. Потом мы используем этот наш язык, чтобы придумать новую структуру, чтобы облегчить процесс создания произведения. Каждый ваш шаг — это часть целого процесса, и в конечном счете важен именно он, этот процесс. Так же, как и наши постановки, они — часть процесса. Я имею в виду, что часто во время наших дневных занятий, которые вполне самооценны, мы не то чтобы готовимся к вечернему представлению. Все наши мысли сконцентрированы именно на самом дневном занятии, которое даже не увидит публика. И это как попытка встретить и понять друг друга. Когда я создаю движение, у меня в голове есть некое представление о нем, в исполнении конкретного человека. Не то, чтобы я заставляла сделать их все точно так же, как я, но я чувствую, как они воспринимают это. КОНЕЦ Всегда то, что достигнуто упорной работой и неординарно само по себе, думаю, открывает что-то новое в человеческом духе. И мне кажется, танец в данном случае — удачный пример. КОНЕЦ Все начинается с музыки. Я от нее отталкиваюсь. Музыка, музыка и только музыка. Вот единственный бомб и абсолютное знание. Сам драматический конфликт подсказывает музыка. Я делаю акцент на движениях, которые плавно перетекают одно в другое и одновременно достаточно быстро. КОНЕЦ Подчас это плавное перетекание из движения в движение может напомнить кому-то классический балет, но это не так. Именно такая приземленность и позволяет более свободно двигаться в пространстве и космосе. Музыка, 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 Мои вкусы в танце на самом деле очень обширные. Я люблю хороший балет, будь то большой или постановки Мэк Стюарт. Для меня это все танец. Но я стараюсь в своей работе не проводить никаких параллелей. Мне это просто не важно. Для меня имеет значение только индивидуальность артиста. Мне кажется, что все зацикливается не на режиссере. Он может свою кухню разводить как угодно. А на актере, потому что актер это последняя инстанция общения со зрителем. Мне нравится, когда мои танцовщики летают, как бы отрываются от земли и парят в воздухе. Понимаете, это не просто полет. Это нечто, что поднимает человеческий дух. Зрецы очень клетно-человеческо. Даже в жизни, обратите внимание, когда мы проходим на какой-то ситуации драматической или комической в жизни, просто на улице, мы останавливаемся, когда мы слышим историю человека или чувствуем драму человека, чувствуем его эмоциональную историю. Тогда мы останавливаемся. Геннадий Абрамов. По-моему, в этом заключена самая серьезная и веселая идея современного танца. Как добиться формы, не думая о форме. КОНЕЦ Что я вижу в каждом из своих танцовщиков? Прежде всего, целую биографию, довольно сложную, интересную. И я придерживаюсь той позиции, что нужно видеть богатство этой биографии, тот опыт, который они накопили, работая в других трупах. Колорит, который несут с собой. И все вместе это необыкновенное удовольствие от работы. Мне хочется, чтобы вы знали, я был директором этой компании уже 24 года. Поймите, за это время я и мне подобные не расталкивались с не очень приятной ситуацией, когда вынуждены говорить «до свидания» ярким индивидуальностям. Девять лет назад я реализовал идею, которую мне подал Жерар Леметтер, идею создания трупа NDT-3. Это была моя идея. Это была моя мечта. И Киллиан осуществил мечту. Он сделал ее реальностью. Вообще, должен сказать, что все, что касается голландцев Киллиана, и Эммио Грека, который закрывал фестиваль, с ними произошел казус. Это единственные два коллектива, которые приехали, до этого не прислав технических директоров. И когда они пришли на площадки, на которых они должны были выступать, их площадки не устроили. Самый ужасный был день пятницы, когда я получил это сообщение и от того, и от другого коллектива, и как мы в течение двух с половиной часов принимали решение, где они будут работать. И как нам выкрутиться так, чтобы обязательно показать эти локации. Это была замечательная история, такая финал фестиваля, который шоу организационно, все заранее продумано и так далее, и так далее. И в результате Киллиана и Эммио Грека уехали очень довольны. Хотя лица у них были, когда они увидели площадки, которые им были предложены. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 который существовал до сих пор. Но этот опыт надо трансформировать. Надо, чтобы каждый создал что-нибудь свое. Недостаточно просто соединить вещи. Надо создать из них Вселенную, которая была бы уникальна, которую вы никогда не видели. И в этом игра. Потому что из прошлого опыта я создаю нечто, что еще не существовало раньше. Понимаете? Я все больше и больше прихожу к выводу, что, как ни странно это звучит, мне кажется, что в настоящий момент современная импровизация невозможна. Это своего рода кризис. Но если сравнить это, например, с непосредственной импровизацией 60-х годов, ну тогда у людей был общий язык, похожие идеи относительно тела, его движений, и был возможен диалог, во всяком случае, между людьми, имеющими общую точку зрения. Когда люди, в общем, искали сознательно каких-то ситуаций неизведанного, когда, скажем, человек выходит на сцену, он не знает, что он будет делать. То есть сейчас, насколько я понимаю, такие ситуации не очень привлекают, что ли, людей. Не с точки зрения зрителей, как бы, как на это смотреть, не с точки зрения участников. Теперь перед нами совершенно разные исполнители, каждый со своими вопросами, задачами, которые могут возникать и возникают сиюминутно. Ну, например, каким должен быть образ тела, как должно проходить взаимодействие, что такое постановка, и это начало своего рода, если хотите, новое измерение, которое может возникнуть прямо сейчас, на наших глазах. Я думаю, важно подчеркнуть, что у импровизации, как у своеобразной формы, есть и своя история, и свои определенные традиции. Поэтому мы реагируем не только на традиционные методы, но и на саму импровизацию, как таковую. Мы ищем, мы в поиске возможностей, когда изображения на экране, танцовщик, актер, сливаются воедино в процессе импровизации. Для всего этого нет устоявшейся основы, и мы просто вынуждены искать способы соединения этих компонентов. Импровизация не испытывает, на мой взгляд, технических трудностей. Даже наоборот, на мой взгляд, сейчас разработан настолько подробный методологический аппарат, как бы обучение и вообще, как бы технологии, которые позволяют людям импровизировать и которые позволяют им находить в процессе смысл этого именно, что как раз с этой стороны, на мой взгляд, трудностей нет. Может быть, вы просто недостаточно информированы по этому поводу. Настоящий художник – это тот, который адресуется к собственной личности, потому что, оказывается, все самое, ну, как бы, все самое театральное и все самое натуральное, оно находится внутри человека, его личности. Вот в этом случае фестиваль. Смотришь некоторые спектакли, смотришь на языки, которыми пользуются современные западные актеры, их большое разнообразие, но часто за этими языками и за всем этим, ну, за всей этой фантазией не видишь самого человека. Сегодня мы увлечены технологическими усовершенствованиями, и так возникает проблема, как подчинить технологии по этическим целям. И в этом тоже есть кое-что от барокко, потому что барокко – это игра с кажущимся, с масками, с иллюзией. Все это немного игра иллюзий. И вот здесь есть эта игра иллюзий, смешанная с сегодняшними методами. Мы уже не знаем, что правда, а что нет. И я хотел показать, что в современном мире технологические открытия, в общем, даже опасны, потому что мы не знаем, что подлинно из той информации, которую мы получаем, а что фальшь. Это совершенно конкретный спектакль. Это рай, в который можно попасть, не умирая. Совершенно необязательно для этого кончать с жизнью. Я просто хотела найти некоторые краткие моменты счастья, которые помогают найти некий новый язык, которые позволяют нам испытать рай. В разных ситуациях вы можете показать разные аспекты, разные измерения человека. Иногда одиночество, иногда грусть, или счастье, или поиск духовности, или саму духовность, или животное начало. Все эти элементы помогают раскрыть различные аспекты человеческого существа. Интересно видеть эту попытку выйти за свои пределы. я вижу, как человек исследует свои возможности, когда он видит, что вот этого я сделать не могу, но тем не менее пытается через это перескочить. И эта красота очень человеческая. Очень человеческая. Ощущение тела, которое говорит правду на сцене, которое откровенно показывает предел своих возможностей. Да, это безумно хлопотное дело. Провести фестиваль это громадная, колоссальная и подготовительная работа, да и во время всего фестиваля. Но я глубоко убежден, что все это работает на авторитет театра. Вот почему это желание сделать, это возникает. Респонсирование может быть не только финансовое, но и моральное. И вот здесь есть некоторая разница, на мой взгляд. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что больше энтузиазма и больше искренности как раз со стороны западных участников фестиваля, чем русских. Мне кажется, что русская сторона немножко играет в это. У нас никто ничего не делает для танцем модема. Вообще. Я даже допускаю, что многие люди, которые поносили когда-то модернистский танец с эстетических, с идейных позиций соцреализма, они сейчас могут что-то пытаться организовывать, какие-то фестивали и участвовать в этом. Я не думаю, что задача фестиваля кто лучше, кто хуже, а просто посмотреть, что действительно в России, чтобы вы обратили внимание, понимаете, это не не в контексте жалобы какой-то. Увидеть такой спектр разных работ из разных частей России, для меня действительно это было очень интересно. Меня поразило восприятие и поддержка публики. Это было потрясающе. Мы специально ограничили российскую программу, потому что у нас возможностей больше. Мы могли привести всех и показать спектакли здесь. Мы осознанно ограничили, потому что фестиваль не может быть растяжимым во времени бесконечно. Он все равно есть дистанция определенная. Поэтому мы сказали, давайте все, все, кто могут, 10-15 минут у каждого. Давайте создадим картину для первого европейского фестиваля. Все участники русского гала-концерта это все мои личные друзья. Каждый из них меня удивляет, что они вообще ухитряются выживать, ухитряются работать. Но и в то же время это, знаете, на мой взгляд, это все происходит вопреки ситуации. И хотелось бы, чтобы, наконец, должное внимание уделили власти и не только продукции, но мне кажется, что больше даже я, может быть, заинтересованное лицо, так как я директор школы. И мне кажется, что здесь нужно больше внимания уделить как раз системе образования, чем ожидать каких-то результатов. Потому что не налаженный процесс сам. мне кажется, на этом фестивале хорошо и интересно то, что мы действительно видим много разнообразных вещей, о которых можно сказать. Вот это танец модерн, а это современный танец. И мы приходим к выводу, что нет единой формы в современном танце. Это касается и памяти тоже. И этот фестиваль собственно об этом, о памяти. И речь идет не о ностальгии, но о том, с чем связана ваша жизнь, о том, что вам дорого, к чему обращается ваша жизнь. Конечно, танец играл и продолжает играть важную роль в социальной жизни. Он часть структуры социальной жизни, но мне кажется, слишком много разговоров о танце. Я думаю, так важно прекратить разговаривать о танце и начать, наконец, танцевать, потому что лучше танца никто о нем не скажет. Порой мне кажется, что это не я. Вернее, совершенно ясно, что это я. Но вопрос в том, каковы мои отношения с этим, так называемым я. Что оно такое? Я часто задаю себе вопрос о форме своего тела, как будто боюсь, что оно не такое, каким должно быть. должно было бы быть. Отвечая на все эти вопросы, Элизабет Кроулс в своей книге пишет, что человеческое тело ни на биологическом, ни на историческом, ни на физиологическом, ни на культурном уровнях не является стабильной централизованной системой. Принимая эти выводы во внимание и перенося их в сферу танца, можно сказать, что танец это возможность изменить предопределенную телесную организацию, а значит, и способ исполнения и способ представления. Музыка, «Музыка» «Музыка» Субтитры создавал DimaTorzok